Для настоящий момент у нас закончили монтаж новейшего оборудования иностранных фирм, японских и немецких. Томограф, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, маммограф, геновский аппарат и аппарат лучевой, низкофокусной терапии. Для этой цели было переоборудовано половина первого этажа экологического диспансера. Абсолютно новое здание, новый ремонт, вентиляция, заземление, все-все-все новое. Ремонт длится у нас уже достаточно давно. Аппаратура спонтирована и я думаю, что в ближайшие месяца-два мы начнем работать. Пока мы еще не приняты на высоком уровне как отделение сертифицированное, мы работаем в тестовом режиме. То есть отдельные исследования мы можем делать, мы, как говорится, учиться, учиться и проверять оборудование. На сегодняшний день идет обучение. У нас на протяжении последних двух недель, у нас в Севизгей, проходит обучение специалистов, которые приезжают от разных фирма, от Севизгей, из Филипса, из разных городов большой России, из Москвы, из Новокузнецка, из Самары. Они обучают персонал на работе на каждом отдельном аппарате. Аппаратура очень сложная, очень дорогая и очень сложная, потому требует, конечно, большего внимания и навыков, и квалификации. Все исследования онкологического диспансера делаются исключительно только за счет умоляции. Здесь ладошка для пациента опускается, она поднимается, дека двигается куда-то удобно мне, как я укладываю в Вальцово. Прекрасная подсветка. Все автоматически отключается, включается. То есть полная автоматика. Это рабочее место врача. Это доктор делает скопию за этим монитором. Ну, будет делать потом скопию за этим монитором. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...